В Омске прошел семинар совещания, посвященный вопросам реализации государственной молодежной политики на территории Омского региона 2016 года. С участием представителей органов исполнительной власти, области, муниципальных районов, организаций высшего и среднего образования, представителей молодежных советов, общественных организаций и волонтерских объединений. В рамках семинара совещания участники обсудили план как региональных, так и всероссийских мероприятий на предстоящий год. Не секрет, что Омская область по многим показателям и направлениям развития молодежной политики занимает лидирующие позиции. Я думаю, такой семинар совещания, который проводится ежегодно, это хороший инструмент для обсуждения планов на предстоящий год, на 2016. Тем более, есть что обсуждать. У нас развивается КВН, у нас волонтерское движение, которое действительно является лидером в этом направлении. Поэтому вот эти направления, конечно, будут дальше развиваться, потому что для этого есть хорошая база, для этого есть все условия для дальнейшего развития. И те события, те мероприятия, которые намечены в 2016 год, в том числе международного уровня, как раз показывают, что наши области доверяют нам, приезжают, у нас учатся. На собрании представителям Министерства молодежной политики не раз подчеркивалось, предстоящий 2016 год обещает быть не менее насыщенный, чем предыдущий. В частности, продолжится активная работа по организации участия молодежи Омской области в окружных и всероссийских форумах. Также запланирован ряд мероприятий с целью поддержки и развития туризма, добровольчества и молодежного творчества. Тему активного развития студенческого самоуправления в Омской области поддержал ректор Омского государственного педагогического университета Олег Волох. Студенты Омского вуза придумали уникальный для нашего региона проект – студенческое телевидение, который уже находится на стадии реализации. Этот проект, конечно, дорогостоящий для нас, но студенты сами выступили с этой инициативой. И, конечно, мы поддерживаем ее аппаратуру, которую мы сейчас выставляем, и студию, которую готовим. Это будет студия для всего студенчества Омска – от колледжей до вузов. Очень важно, чтобы коллектив студентов сам выходил с инициативой и предлагал те проекты, которые впоследствии университет будет совместно со студентами и преподавателями реализовывать. Реализация комплекса мероприятий предполагает активное взаимодействие регионального министерства по делам молодежи с Росмолодежью. Так, начальник управления молодежных проектов и программ молодежного федерального агентства Юрий Бакадоров презентовал форумную кампанию 2016 года. В ближайшее время планируется семь всероссийских форумов и восемь окружных, два из которых пройдут в Сибирском федеральном округе. Темы самые разные и актуальные для современной российской молодежи. Мы решили, что все-таки ту молодежь, которая сейчас обучается в высших учебных заведениях, в среднеспециальных учебных заведениях и в школах, она все равно больше объята каким-то вниманием, в том числе мероприятиями, в том числе в первую очередь в регионах и муниципалитетах. Нам же посчиталось необходимым уделить особое внимание людям, которые уже закончили вуз и начали реализовывать себя в конкретных специальностях. То, что стране необходимы кадры, которые в состоянии, в конкурентно способной мировом рынке давать новый готовый продукт, участвовать в жизни в стране, быть неравнодушными тому, что происходит в стране. В рамках семинара не обошли один из насущных вопросов молодежной политики, связанных с трудоустройством молодежи. Так, по сообщению представителей Омского областного студенческого отряда, в этом году будет реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию и развитие движения студенческих отрядов на территории Омской области, и обеспечено трудоустройство более 4 тысяч студентов. Молодежь, приходя в студенческие отряды, лидерские качества развивая, появляются живые примеры. Иван Евгеньевич, который прошел школу студенческих отрядов самого низа средового бойца, командира штаба, и сегодня он занимается всей молодежной политикой региона. После основной части семинара перешли к следующей, на которой обсудили вопросы молодежной политики муниципальных образований Омской области. Волонтерство – одно из ключевых направлений молодежной политики нашего региона. Уже в апреле в Омске состоится первое крупное мероприятие года – слет волонтеров Сибирского федерального округа. В этом году получивший межрегиональный статус. В слете примут участие полтысячи активистов студенческого волонтерского движения, действительно неравнодушных к судьбе нашего региона и страны в целом.